Голосовые письма уже подготовлены. Всем привет, всем доброе утро. Мы уже здесь 15 минут стоим с Сабриной. Готовы. Ждём, когда наш папа соберётся. Да? Привет всем. Ты в камеру не поместился. Поместился. Так, паспорта взяли? У нас сегодня выбор, мы идём голосовать. Сегодня Бавария голосует. Очень серьёзно. Очень серьёзно. Бавария, по-моему, и Бады, Виттенберг, по-моему, не все. Хессен, кажется, ещё. А, или Хессен. Я говорю про Баварию. Мы в Баварии, мы голосуем. Так, бумажки взяли. Так, это моя. На, каждый свои. Ребёнок, где твоя? У ребёнка, у ребёнка. Сабрину подняли. Поднять, поднять, разбудить, не разбудили. Так, Соня, в машине. Пойдёмте. Так, вы стоять. Просто собаки тоже закипишились. Увидели, что мы собираемся, и они думают, им тоже надо. Вам не дали бумажки для голосования. Соня, мы придём, мы быстро. Так, забывайте. Всё, мы придём, потом папа с вами пойдёт. Мы прям всей семьёй. Нас пункт перенесли. Мы раньше в другом месте. Нормально ты смотришься. А где Эрику начали? Эрика тоже надо было поднять. Он ещё спит, наверное. Нам сегодня просто перенесли пункт голосования. Мы всегда в другом месте голосовали. Теперь вот тут, в церкви. Здесь у нас стройка, на которой я всегда стою на светофоре. Поэтому нам пришлось немножко пройтись. Ну, не страшно. Всего на 50 метров. Проголосовал? Ну. Правильные крестики поставил? Я, да. Я-то с очками ходил. А вот ты, а ты как выбирала? Я правильно, я всё увидела. Что надо было, я отметила. Вон лежат очки. А наш папа ещё свою бумажку забыл. Весь мозг всем... Да, да. Всю кровь с утра выпил. Нет. Давно не видел. Всю кровь нас с утра выпил. Где листочки, где эти все цетали, которые нам надо с собой взять. И мы пришли такие, а там очередь небольшая. А мы стоим, а говорят, а я, говорит, свой цеталь, говорит, забыл. Стой, письмо. Я говорю, ну молодец, иди в машину. Он пошёл вот так вот. А, это надо по ногу не снимать. Почему? Потому что надо сказать. А что он сказал? Потому что он сказал. Я сказал? Ты сказал? Я спросил, почему я это сказала. Нормально всё. Саврина встретила свою подружку, с которой ещё в начальном классе училась. Ну, а мы... Ну, так как Саврина дружила с этой девочкой, мы очень много общались с её мамой. На родительских собраниях? Нет, когда с собакой она гуляла, и когда я Саврину у них постоянно забирала, или когда она девочку эту забирала от нас, дочку. Так что всё нормально. На родительских собраниях обычно все сидят и слушают, что учитель говорит. Ладно, всё, поехали домой теперь. Володя, лук полукольцами. Хорошо. Просто полукольцами. Что у нас сегодня, Володь? Видите, коленка запинтована. Вам 2 миллиметра, 3 миллиметра. 1 миллиметр. 1 миллиметр. Вот один. Если будет 2 миллиметра, ты потом перережешь, да? Конечно. В общем, девочки, что я сегодня делаю? У нас будет картофельное бре и требуха, поджаренная с луком на топлёном масле. Требуху я вчера сварила. Варила я её в скороварке, потому что она так очень долго варится. И пахнет. Я посмотрю, как ты её ездишь. Я всё прошу, как она пахнет. Когда мясо варится, оно всегда пахнет. Она пахнет. Всё пахнет. В общем, я её сейчас порежу такими полосочками. Я вчера попробовала, она очень-очень мягкая и очень-очень вкусная. Я прям горячую покупала. Я сегодня уже замариновала грибочки. Вот тут остывают, стоят. В этот раз я взяла с коричневых шампиньонов. Ну, как я мариную грибы, вы знаете, я недавно показывала. Ой, какая тяжёлая чашка. Всё-таки уже там, это, в процессе. Да. Потом мы наконец-то пойдём и посадим мою гортензию, которую я купила ещё на той неделе. В начале, вернее, в начале этой недели. Ты землю достала в машину? Да. Ну, они посадили, потому что земли не было. А у нас здесь такая почва. А что ты мне не сказала? Я бы её кувалдой в землю сбил бы. Сейчас пойдёшь. Сейчас пойдёшь. И землю-то сэкономим. Володь, это... И такой кружочек выложишь, да? Или как? Ну, хоть посмотри. Я занят, я могу порезаться. У меня фластер есть. Чё, тебя пачки сментуют? Фластер. А не фластер. Что? Ты! Чё с ним обожгла? Да, ну-ка, холодно. Всё. Так. Мне просто её порезать надо. В общем, я только посолила и добавила лук. Больше я ничего сюда не ложила. Сейчас я её пока порежу. Она немножко обсохнет. Сначала обжарю лук, а потом... Можешь уже лук сюда кинуть? Ну, хотя бы часть. А потом туда ещё раз. Да, я возьму? Да, да. Как будет готово, потом покажу. убирает своей машине мой сейчас полетать будет наверно море девочки завтра придет мой термомикс наконец-то у сабрина завтра начинается учеба разберусь я сама или не разберу потерпишь немножко когда я буду с учебу приеду мало я снимаю ты громко сильно разговариваешь маус она програла очень мягкая в общем короватки я его варила всего один час сабрина говорит ну потерпишь немножко я приду после учебы ну и типа настроим твой так момент я бы ну я не вытерпел там долго терпеть в общем вроде бы должен завтра прийти хотя мои пастрюли этого баллади отвозил на почту и ой я здесь делаю потом ой сыночек заводил далее эрик хален я тебе уже сыночка два раза позвонила пошли трубку не берешь ну да и где ты там ночью телефон у него не слышал девочки смотрите сабрина дарила девочки букет вот из таких роз это одна обломилась обломалась я собирала букетик девочка такая довольна сказал такой красивый букет я еще никто не дарил я не знаю если у сабрины где-нибудь хотя бы одна фотография букетика мы его собирали уже было поздно вечером когда это было в пятницу поздно вечером и ну как всегда у сабрины уже времени хватало ничего снимать она уже бегом-бегом убежала трепуха моя пожарилась смотрите вот такая она аппетитная вам это помниже покажу картошку мне тоже сварилась сейчас быстренько сделаю картофельное пюре его не сказала володя можно там потише у них там такая бурная бурное обсуждение голосование с его двоюродным братом почему я буду делать на что так улететь на топленом масле я здесь немножко оставила водички поэтому молоко или сливки добавлять не буду вот так сейчас немножко масло растает растопится печка помните как у нас кто джамбурске я кого знаю все жили в районе железнодорожного вокзала были недалеко от железнодорожного вокзала помните у нас парк железнодорожников у нас нет все проходило выборы всегда тоже проходили по участкам и мы голосовали недалеко от дома у нас там была какая-то организация я сейчас не скажу как она называлась и в общем кто знает напишите между домом где был магазин свадебный где магазин был казахстан спортивный свадебный магазин и домом обуви вот здесь была такая маленькая какая-то контора вот в этой конторе мы всегда ну как не мы не но мы потом тоже когда подросли родители голосовать и кстати мы очень любили с родителями ходить на выборы потому что там всегда продавались там всегда продавались какие вкусняшки но вы помните наши же наше детство на же практически ничего не было поэтому мы любили ходить голосовать с родителями потому что в этом какие вкусняшки получали ну пока на маленькие были а когда немножечко подросли нам давали рубль и мы ходили мы ездили на вокзал вот туда где железнодорожный парк и на вокзале продавали шашлык по двадцать шесть копеек я как сейчас помню вот если на базаре ну там частники же если на базаре был шашлык поскольку по 70 копеек до одно время потом стал по рублю то на вокзале был по двадцать через копеек но это было только тогда когда были выборы только тогда я сегодня делаю немножко картошки всего потому что мы сегодня втроем только обедаем никого нет у всех свои планы все заняты поэтому мы сегодня обедаем вот так в общем мы любили ездить на вокзал покупать дешевый шашлык чтобы потом немного это было вкусно но сейчас наверное наши дети этого не поймут потому что у них есть все а вот когда мы были детьми мы прям ждали этих выборов когда получали эти деньги чтобы можно было поедать на вокзал и скушать палочку этого шашлыка а то может быть и 2 балла это было в общем как-то так ну мы проголосовали разговаривал ну там с пару человеками как-то все так скептически относятся к выборам ну правильно после того как в прошлый раз были выборы и потом когда на просторах интернета показывали что там урна осталась просто напросто закрыта я видела сама лично видел такой что одна женщина на немецком языке одна женщина но я не знаю кто научительница никто что она говорила что это школа и вот что в школе проходили выборы и вот это урна стоит и ее даже вообще никто даже не забрал кстати на что я обратила внимание во первых так много мы получили аж на 4 формуляра важно 4 формуляра было стояло 4 урны и эти урны но были такой такой маленькой бумажкой заклеены ну как знаете как типа запломбированы а вот когда в прошлый раз мы ходили на выборы там чуть ли не по тип под сигнализация стоял очень провод были какие-то кабеля это все было как-то право да чуть ли не под сигнализация стояли эти урны а в этот раз мы по крайней мере у нас стояла 4 урна мы эти бумажки должны были все рассортировать куда какую бросить были два таких небольших формуляра вот такие вот длинненькие и везде на каждой урне лежал такой как образец очень какую бумажку в какую урну нужно было забросить стоял человек естественно все это контролировал очень как-то так народу было не очень много но люди постоянно люди постоянно подходили 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 так что мы посмотрим посмотрим будет будет интересно я не знаю когда объявят результаты касса вам не прям очень интересно но по-моему сабрина сказала еще хэссен сегодня голосует я не знаю воды виттенберг голосует сегодня и у них свое какое-то время очень точно не знаю ну вроде бы балавария и хэссен сегодня голосует все у меня картошка готова это готова сейчас я накрою на стол и буду всех звать всех звать обедать кстати ну вот и напишите какое мнение у вас насчет выборов просто очень многие не идут голосовать потому что они просто-напросто не верят я считаю это лично мое мнение мне кажется сейчас но они так сильно не смогут сманипулировать ну что-то подделок не знаю это чисто мое мнение потому что люди сейчас уже в открытую все говорят кто за кого бы хотел бы проголосовать и каждую неделю там я просто вчера в интернете вычитала что можно посмотреть например если на сегодняшний день были бы вы выборы какой бы процент сколько бы процентов за каждую партию проголосовала бы человек и там такая таблица и показано за какую партию сколько процентов проголосовала бы народу я не знаю откуда идет такая статистика где идет какой-то опрос меня лично меня никогда никто не спрашивал все мои хорошие в общем накрываю на стол очень мне интересно ваше мнение ну насчет выборов доверяете ли вы или не доверяете доверять доверяете ну проверяйте это тут не скажешь как-то так есть у вас доверие к выборам или нет ну по такой у нас девочки скромный обед сейчас вам покажу поближе картофельное пюре требуха с луком маринованные грибочки ну и все и собачки я дверь закрыла там валу для как всегда кино смотрит чтоб не шумела и собачки пытаются зайти на кухню пахнет потому что вкусно все кто сейчас кушает всем приятного аппетита в общем вот сюда я посадила вот эту гортензию ну валу для закопал ямку я посадила просто у меня такая идея если она вдруг хорошо пойдет то я вот эти старые розы уберу и суда полностью все такой ряд вот такими вот бело-розовыми гортензиями за спасажу засажу туда вдалеке сейчас сирень посажу до конца там володя тоже выкопал ямку серий просто поставил сейчас тоже все сделаю ну и потом на сегодня уже буду отдыхать девочки нужна ваша подсказка смотрите карина принесла мне вот этот эвкалиптус да я не знаю что что засох он у ней это как ночью я не пойму потому что смотрите на кончиках если по он засох он бы засох здесь начинают расти новые листочки просьба что мне сделать может мне все вот так обрезать и может быть он новые побеги даст но от корня а то так как то некрасиво стоит непонятно как ночью буду ждать ваши советы видите здесь какой руки грязные хоть и в перчатках сажала но все равно руки грязные немножко полакомилась малинкой было несколько ягод потому что смотрю когда я вчера это помню когда софи еще здесь полем были смотрю здесь прям птицы ягоды клюют прям на весу умудряются если я пошла посмотрела смотрю пару ягодок есть ну наверное чтоб 5 собрала сразу с куста съела не мытые ладно мои хорошие всем желаю еще хорошего воскресенья но и до завтра всем пока пока до завтра мои хорошие